Сейчас с нами на связи Юрий Камильчук, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Юрий, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте и слава Украине. Героям слава. Не так много у нас времени, но тем не менее. Помните, очень часто Европейский Союз рассказывал Украине и продолжает это делать, как Украина должна избавляться от коррупции, как Украина должна проводить реформы, как Украина должна меняться. Получается, что Европейский Союз в том числе должен был меняться вместе с Украиной, отказываясь от российских энергоносителей, нефти, газа и многого другого. Вот мы слышали сейчас о единстве Европейского Союза в уменьшении зависимости от российского газа на 15%, ну, по крайней мере, о желании подобного. Как Лейла говорила, Венгрия – это государство, которое не согласно с остальной позицией других государств Европейского Союза. Окей, но такое единство будет сохраняться, когда начнется холода, будет приближаться отопительный сезон, когда цены будут еще больше, будут еще расти. И жители Европейского Союза этих государств, ну, скажут свое фи тем представителям своих государств, которые все-таки за такое решение голосовали. И я уверен, на самом деле, в том, что поддержка общества всех жителей стран из Европы очень большая. И, как в одном из интервью недавно вот сейчас на вашем канале прозвучало, говорила одна жительница Европы, что она доверяет европейским политикам, что они разберутся. Да, это, наверное, и так. Я сам проезжал в много стран в течение заседаний Паре, когда присутствовал во Франции, в Брюсселе, в Германии. Вот недавно также вернулся из Великобритании. Поддержка общества вопросов Украины и вопроса того, что нужно избавиться от зависимости от России, очень велика. Касательно зависимости нужно рассмотреть еще каждую отдельную страну. На самом деле, та же, например, Бельгия зависит от русского газа всего лишь на 5%. Они большинство газа берут из Норвегии, например, и через LNG-терминалы из Соединенных Штатов Америки. Но они являются большим газовым хабом транзитным для Германии, например, той же. Германия говорит о том, что она готова перевести максимально быстро все свои энергомощности на зеленую энергетику. Но план, допустим, был на 10 лет, на 15 лет еще следующих. Сейчас они делают это максимально быстро. Думаю, что на самом деле Европа может справиться и за счет экономии расходов газа и той же нефти, о которой мы там сейчас пока не вспоминали, но надо вспомнить обязательно. И за счет более максимального развития зеленой энергетики, за счет более активного использования водорода. Сейчас тоже, кстати, эта инфраструктура очень сильно будет развиваться в Европе. Даже в течение этого года много проектов уже запускается и дополнительных интерконнекторов для газа, для LNG-терминалов, в том числе для электросети, которая тоже увеличивает мощности своей по Европе. И эти все вещи будут обязательно связаны также с Украиной, поэтому это будут совместные проекты, которые мы увидим и в рамках общеевропейского сотрудничества, и в рамках того же, например, сотрудничества в рамках инициативы Трех морей. Юрий, давайте немножко продолжим, хотя вы частично уже ответили на тот вопрос, который я сейчас тоже хочу вам адресовать. То есть мы уже говорим про цели Кремля, да, но вот цели Кремля после игры давлением, я так это назову, 25 июля, становится, ну, фактически окончательно и понятно, и ясно, и хотя мы и до этого понимали, да, прекратить транзит через Украину, загнать Берлин. Кстати, про это сейчас тоже поговорим, прекращение транзита через Украину, что, к чему это может привести, загнать Берлин, то, что, в принципе, сейчас происходит, идет безвыходное положение, заставить где-то фактически и Берлин, и Брюссель запустить все-таки, хотя я не вижу тут как бы посылок, насколько это возможно реализовать, северный поток тут уже с цифрой 2, продолжение того, что мы говорили. Ну и в дальнейшем фактически заставить Европу использовать фактически только путинские потоки. Из того, что вы сейчас говорили, я так понимаю, что вот такие цели Кремля, насколько они реалистичны, насколько они могут быть реализованы все-таки, вот эти все процессы, про которые я сейчас так коротко описала, насколько они могут привести к тому, что Европе придется все-таки использовать путинские потоки? Я думаю, это возможно только за счет того, что они сейчас будут делать в течение времени до полного отказа европейских стран от русского газа. То есть, например, то, что они там делают ремонт на турбинах, правда или неправда, это уже не важно, но ограничивается количество, соответственно, растет дефицит, увеличивается цена. То есть, они могут только за счет цены выбивать, вытягивать больше денег из Европы и фактически создавать условия, когда отдельные страны не смогут быстро перейти на альтернативные источники. Это единственный их механизм, в который уже фактически Европа, в котором полностью разочаровалась, имеется в виду в желании сотрудничать с Россией, потому что они понимают, что ни договоренности никакие не соблюдаются, это даже если закрыть глаза, но закрыть глаза, конечно же, нельзя на войну в Украине, но даже если подумать на момент того, что просто как Россия придерживается всех договоренностей, то никто им уже просто не верит. А в «Северном потоке-2» можно забыть навсегда, я уверен, потому что даже уже компании, которые там со стороны Германии, были ответственны за этот процесс, они фактически уже полностью там закрываются, прекращается любое сотрудничество в этом плане, именно по «Северному потоку-2». «Северный поток-1» пока еще поработает, но есть еще и «Южный поток», надо об этом не забывать. Еще есть нефтепроводы, которые все еще работают, этот транзит по трубам пока еще не запрещен. Поэтому это еще путь в несколько лет, когда Европа полностью избавится от зависимости газа быстрее, от нефти чуть-чуть позже. Вам не кажется, что избавиться от зависимости от российских энергоресурсов может одно решение Соединенных Штатов Америки, а признание Российской Федерации спонсором терроризма? В случае, если государство будет признано спонсором терроризма, сотрудничество с ним, покупка энергоносителей? Как-то не камильфо, извините меня, да, это мягко говоря. Абсолютно правильно, но все равно будут выходить из экономических реалий и потребностей конкретной страны в Европе той или другой, потому что принято, может быть, политические решения, после этого будет принято экономическое решение на уровне правительства той или другой страны. Понятно, что, скорее всего, что даты сокращения или полного отказа от российского газа и нефти могут быть подкорректированы с этим вопросом. Поэтому мы, конечно же, заинтересованы как можно больше, максимально мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее это признание было. И действительно, Россия и русский паспорт, они стали такими, знаете, изолированными историями. Правильно я вас понял, что, несмотря даже случаи признания Российской Федерации страной спонсором терроризма, Европа все равно будет покупать газ у Российской Федерации, сокращая, да, постепенно, но тем не менее процесс останется. Правильно? Для уточнения. В один момент, мне кажется, что это не технически невозможно, не экономически невозможно. Поэтому даже если появится заявление, то они будут как-то пытаться смягчать. Потому что, ну, смотрите, в Европе тоже, так сказать, не дураки живут. Они прекрасно понимают, что никто не готов поддерживать Россию, как, фактически, страну террорист, страну-агрессор. Но им надо за счет чего-то выживать и в один момент угробить всю свою экономику, они не согласны. Тем более все заявления, которые уже должны были прозвучать о том, что Европа готова отказаться, ну вот наши реальные даты, называли та или другая страна. Это ложится в кону того, что за один день, к сожалению, не откажется. Юрий, в конце у нас остается 3 минуты, 2 минуты. Буквально один из аспектов. Буквально недавно российская компания «Газпром», совсем недавно, давайте с другой стороны зайдем, оператор газотранспортной системы Украины сообщил, что «Газпром» без предупреждения повысил давление в газопроводе «Урингой» по «Мары-Ужгород». Это могло привести к поломке сети газотранспортной. Это могла бы стать серьезной проблемой на самом деле. Еще один добавлю штрих. Некоторые государства Европейского Союза уже отказываются от газового зависимости от Российской Федерации. Финляндия, Литва, Польша, Эстония, Латвия и ряд других стран. В российском сегменте социальных сетей и СМИ, в том числе можем объяснить, вот такое вот СМИ, оно описывало подобную ситуацию в перспективе, как то, что Российская Федерация готова будет уничтожить «Газпром», свой политический инструмент, чтобы насолить Европейскому Союзу. Вы верите в подобные перспективы тому, что даже смерть «Газпрома» может стать таким инструментом России против Европы, против цивилизованного мира? У нас полторы минуты. Нет, не уверен. Я в том, что они готовы будут похоронить, поскольку у них сохраняется импорт в другие страны, тот же Китай и страны, связанные с Востоком, не будем этим сейчас конкретику называть. У них там ограничены возможности по экспорту, конечно же, да, но тем не менее, я думаю, что даже если они подумают про ликвидацию так называемого одного просто юридического предприятия, это может происходить через другие предприятия, но нету смысла никакого. Они используют все равно все в целях заработка и влияния политического этот инструмент. Не верю в историю того, что «Газпром» может закрыться, скажем так.